Более трех десятков книг в течение многих лет выпущено в Ленинском городском округе об истории Винновского края, его жителях и, конечно, героях далекой уже войны. Одна из первых была написана в 1995 году. Начиналась военная история, можно сказать, вот с этой книги нашего бывшего главного редактора районной газеты, тогда она называлась «Ленинец» Якунчева Александра Ивановича, моего учителя. За чашкой чая представители авторского коллектива новой книги, получившей название «Дорога памяти», рассказали о издании. Одна из главных ее особенностей в том, что здесь собраны рассказы о всех жителях округа, получивших звание Героя Советского Союза. И на телевидении, и в газете не раз называли разные цифры, то 6, то 12. А на самом деле в этой книге, это первая книга, где собраны все Герои Советского Союза, их 20. И 23 у нас Герои Социалистического Труда. Еще одна особенность издания – огромное количество фотографий и иллюстраций. Большинство из них нигде раньше не публиковалось. Чтобы собрать их и систематизировать, авторам пришлось немало потрудиться. К 75-летию начали готовиться с 75-летий битвы под Москвой. Понимаете, считайте, с 41-го года. Четыре года мы начали готовиться к этой книге. Понимаете, вот сколько шел сбор материала. При работе над изданием авторы использовали более 30 источников, книг, альбомов, газетных статей. Кроме того, воспоминания, письма, документы. Некоторые факты, которые собраны здесь, в том числе позволяют по-новому взглянуть и на всю историю Великой Отечественной войны. Все говорят, что Гастелло совершил первый ночной таран. А на самом деле выяснилось, ну выяснилось это с годами, что первый ночной таран совершил человек, который воевал или служил на Внуковском аэродроме. Петр Васильевич Еремеев. Есть в книге раздел, посвященный современности. В нем рассказывается о мероприятиях, которые проводятся в наши дни, работе поисковых отрядов, установлении памятных знаков, жизни ветеранов. Конечно, это для самой широкой аудитории и для того, чтобы они знали о том, что происходило на этой земле, на нашей, в нашем городе, в частности, в наших селах, в наших деревнях. Книга издана при участии и помощи администрации и Совета депутатов Ленинского городского округа, Историко-культурного центра, Совета ветеранов и, конечно, жителей округа. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.